Здравствуйте! С Вами Влад и новая авторская история моего канала «Так не бывает». У этого мальчишки было два неоспоримых достоинства – «быстрые ноги» и «быстрая соображалка». По крайней мере, именно так о нем неизменно отзывались воспитатели детского дома номер 24. Ленька и впрямь слыл молодцом в спорте, бег на короткие и средние дистанции был его коньком, да и в математике у него тоже не возникало никаких проблем. Наоборот, успевал за урок решить контрольную себе и соседу по парте. «Талант!» – так говорили о нем преподаватели. «Умничка! Голова золотая!» А вот в людях он разбирался плохо. Собственно, как и любой сирота, выросший в казенном учреждении. И эта наивность в конце концов вышла ему боком. Теперь, каждый раз, просыпаясь в темном подвальчике, ночь, день – не разберешь толком. Он снова и снова корил себя за излишнее доверие к людям. «Умный ты умный, а дурак!» А началось все вроде бы очень просто – с урока физкультуры. Ленька бежал в стометровку и, как всегда, пришел первым. Ребята даже ни поздравлять не стали, ни подначивать. До того это было обыкновенно. Ленька в этом деле был абсолютным чемпионом. Но сегодня кое-что пошло не так. Возникло неожиданное обстоятельство по имени Максим Фролов. Макс был новеньким. Говорили, что его с пару месяцев назад изъяли из того, что осталось от семьи. Отец бросил мать, а та с горя запила. Да так, что в три месяца докатилась до наркодиспансера. Максима забрала службе опеки и пристроила в ближайший детдом. Якобы на время, но довольно скоро парень догадался, что так всегда говорят. С тех пор он озлился. Начались драки с соседями по комнате. Да и уроки он начал срывать с упорством, достойным лучшего применения. Особенную же ненависть Макс питал тем, кто хоть в чем-то превосходил его самого. Непрожитые отрицательные эмоции, обида на жизнь, разводил руками психолог. С этим можно и нужно работать, но это дело не одного дня. У вас дело не одного дня, а я урок не могу провести нормально. Расплакалась молоденькая учительница русской литературы, Софья Алексеевна. Он уже третий урок подряд срывает. Сам не хочет посидеть их и другим не дает. И ладно бы сидел где-нибудь на галерке и в тетрадке рисовал. Я бы поставил ему тройку и все. Но он же драки затевает, понимаете это? Понимаю. Но ведь это тоже ваш ученик, и вы тоже. Да ну вас, всхлипнула русичка и выбежала из кабинета. Максим, развалившись на стуле, ухмылялся, глядя в глаза психологу. Тот выдержал его взгляд. Макс, если так пойдет и дальше, мне придется отправить тебя на психиатрическое обследование. И если оно выявит у тебя отклонение, то тебя переведут в другое учреждение, специализированное, так сказать. В дурку? Нахально улыбнулся мальчишка. А, давайте. Думаете, я боюсь? Он посмотрел в окно. Там уже веселился апрель с его теплым солнцем и нежной, еще не запыленной листвой. И, наверное, там было тепло. Вон и физрок решил на сей раз не в зале, а на улице провести урок. Ну, значит, тепло. Пойду, лениво растягивая слова, сказал Максим. Там у нас физра начинается. Но ведь мы еще не договорили. Нельзя опаздывать на уроки. Валерий Константинович ругаться будет. Психолог проводил его взглядом. Опасный парень. Ох, опасный. Нестабильный. Нахальный. Злой. И, что хуже всего, абсолютно уверен в своей безнаказанности. На стометровке Макс пришел вторым. И тут же разозлился за это на Леньку. — Офигел? — ревкнул он. И не успел Леня ответить, как почувствовал, что в скулы ему врезается что-то твердое. Это был поднаторевший в драках Макса в кулак. Ленька и глаза моргнуть не успел, как обнаружил, что лежит на спине и таращится в бескрайнее голубое небо. — Ты офигел? — прорычал Максим, склоняясь над ним. Но в ту же минуту физрук сгореб его могучей пятерней за шиворот. — Не на моем уроке, Фролов, — предупредил он спокойно, но в его голосе отчетливо прозвучало предупреждение. Ленька поднялся на ноги. — Спасибо, Валерий Константинович, — сказал он. — Иди умойся, кровь у тебя. Потом заглянешь к медсестре, пусть обработает ссадину. — Встретимся еще! — крикнул Макс в удаляющуюся Ленькину спину. — Ходи и оглядывайся, придурок! Он захохотал, но радость его длилась недолго. Валерий Константинович снова его встряхнул. Максим, сообразив, что никто не собирается с ним шутить, счел за благо прикусить язык. Опасность он чувствовал хорошо и знал, когда лучше смолчать, чтобы сберечь собственную шкуру. А ночью Ленька проснулся от того, что кто-то натянул ему на голово одеяло и принялся осыпать ударами. Соседи по комнате, близнецы Денис и Толик, старались оттащить в сторону того, кто бил, но получалось у них это плохо. Во-первых, оба были худенькими и невысокими. А во-вторых, трудно побороть человека, который состоит из сплошной ярости и желания калечить. Ленька бился под одеялом, как рыба, запутавшаяся в сетях. Тогда Денис побежал за помощью и смог выцепить дежурного воспитателя. В тот день им снова оказался Валерий Константинович. Когда он вбежал в комнату, то обнаружил только сидящего на кровати избитого Леньку. А рядом – Толика, потрясенно наблюдающего, как наливается цветом новой синяки на теле товарища. – Фролов? – коротко спросил физрук. Толик кивнул. – Он. Только он как увидел, что Дэн за вами побежал, сразу отсюда усвистел. Сейчас притворяться будет, что спал всю ночь. Не поймаете? Эти слова Толика оказались пророческими. Максим подлавливал Леньку везде – в столовой, в туалете, в комнате и даже исхитрялся достать его на уроках. Но поймать его за руку не удавалось никому. Макс отлично знал, что такое презумпция невиновности и вовсю пользовался ею. Более того, он вдохновенно и многословно врал воспитателям, что не Ленька, а он сам является жертвой. Вот вы думаете, что он такой весь хороший, из себя талантливый этот Ленечка ваш, а он же псих настоящий, везде меня достает, а потом стоит, глазками хлопает, типа он ни при чем вообще. Валерий Константинович в эти россказни не верил. Он давно понял, что представляет собой Максим. Помогло чутье на людей, которое выработалось у него очень давно, еще в армии. Зато женщины по натуре более доверчивы и склонны жалеть трудного мальчика Фролова. Они склонялись к тому, что именно Леня виноват в конфликте. Тем более Ленькины блестящие успехи в математике и спорте давали повод думать, что, пожалуй, парень мог незаметно травить бедного Макса. Это был тот самый случай, когда достоинства Леньки сыграли с ним же злую шутку. Ведь не мог же туповатый Макс оказаться таким хитрюгой, а вот Леня вполне. Валерий Константинович, везде, что Фролов приобретает все больше защитников среди педагогов, однажды задержал Леньку после урока. «Поможешь мне матов в кладовую отнести?» – сказал он. «Их там много. Один до ночи провожусь. Пойдем?» И Ленька пошел вслед за учителем в спортивный зал. Матов там, правда, не оказалось. «А где?» – удивился он. «Мата-то где, Валерий Константинович?» «Нигде», – ответил физрук. «Я тебя не за этим позвал. Хотел поговорить о Максе». «А что о нем говорить?» – Ленька пожал плечами. «Отморозок, и ему все верят». Валерий Константинович кивнул. «А ты чего думал? Долго будешь терпеть? Он ведь не остановится. Ты знаешь, как с этим справиться?» Ленька только головой покачал. «Не знаю. Я ведь не слабее его и мог бы ему навалять, если бы он... ну, если бы все было по-честному. А он ведь всегда из-под тяжка и сматывается быстро. А потом жалуется, говорит, что это я виноват. Вот и что тут поделать?» Физрук усмехнулся. «Ты сам все сказал. Из-под тяжка и сматывается быстро. Знаешь, Леонид, то, что я скажу, оно может и поперек педагогической науки, но зато поможет. Подлови стервица, когда он не будет этого ждать. Наваляй. И объясни ему, что он не прав. Только меру знай. Как говорится, бей аккуратно, но сильно. Понимаешь? Иди, подумай об этом. Только не болтай о нашем разговоре. Заметаны?» «Я могила!» – торжественно ответил мальчик. «Не беспокойтесь, Валерий Константинович, я не проболтаюсь!» Ночью, лежа без сна, он продумывал план действий. Физрук был прав. Да и Ленька и сам знал, что теперь Фролов не отстанет от него. Теперь он был для него объектом, на котором Макс с радостью вымещал все свои обиды. Единственным способом остановить этот поток издевательств было показать свою силу. Причем грубую силу. Такую, чтобы Фролов испугался и больше смотреть не смел в его Ленькину сторону. Он затаился. Старался повсюду ходить не один, а в компании Дениса и Толика. И ждал. Ждал удобного случая, который вскоре ему представился. В тот день Леньку и Макса отправили на кухню, помогать мыть посуду. Собственно говоря, это была идея психолога, который решил, что совместный труд способен примирить заклятых врагов. Макс, впрочем, от этой идеи оказался в полном восторге. Ну чего? Осклабился он, увидев, как Ленька аккуратно укладывает тарелки в раковину. Сам всю посуду помоешь или мне объяснить, почему именно ты для этого подходишь больше, чем я? Я могу. Не надо. Серьезно ответил Ленька. Я и без тебя справлюсь. Посмотрим. Фролов от души наслаждался Ленькиной покорностью. Ты мой, мой, а я рядом постою. Присмотрю, чтоб чисто было. Ленька невозмутимо заткнул пробкой раковину и принялся намыливать первую тарелку в мыльной воде. Что-то ты странно моешь, хмыкнул Максим. В грязной воде, что ли? Экономия такая. Вода, она ж тоже не бесплатная. Пожал плечами Ленька. В этой воде намылю и отмою, а потом останется только сполоснуть. Ну-ну, давай. Посудомойка из тебя, глядишь, и выйдет. На кусман хлеба, может, и заработаешь. Хотя я лично в это не верю. Это почему? А потому, хохотнул Макс, что у таких, как ты, ботаников, вечно руки кривые и не из плеч растут. Сам скоро убедишься. Ленька заметил, как в маленьких глазках Фролова промелькнул веселый огонек. Веселый и злой. Предвкушение очередной забавы, которую он уже придумал и теперь ждал только нужного момента. Когда Ленька поставил на стол первую намыленную тарелку, Макс взял ее в руки и критически осмотрел. «И вот это ты называешь чисто?» – спросил он. «Вот это, по-твоему, чистота?» «Ай-яй-яй!» «Что же ты такой спортсмен и математик и тарелку-то вымыть не умеешь?» «Ну, будем учиться, учиться. Вот, гляди!» Он поднес тарелку к самому носу Леньки. А тот в ту же секунду вцепился в волосы Фролову и силой дернул вниз. Макс, оказавшись головой в раковине, полной грязной воды, выпустил тарелку и заколотил руками по столешнице. Ленька на миг выдернул его из воды и, не отпуская, прошипел в ухо. «Еще раз тронешь меня, убью нафиг!» Он снова заставил Фролова нырнуть в грязную воду, снова выдернул его на мгновение и повторил. «Убью!» «Все понятно?» «Или еще повторить?» Третье погружение Макса продлилось пару секунд. После этого Ленька наконец отпустил его и позволил вылезти из воды самостоятельно. Макс часто и глубоко дышал. Глаза у него покраснели от воды и растворенного в ней моющего средства. «А теперь», сказал Ленька спокойно, «берись за губку и мой сам, а я присмотрю». Фролов с трудом отдышался и вдруг заорал, глядя куда-то мимо Леньки. «Вы же все видели, видели? Он меня убить хотел! Утопить!» Ленька с удивлением оглянулся и увидел повара, который стоял в дверном проеме, прислонившись к косяку. Он явно наблюдал всю разыгравшуюся здесь сцену, но не собирался вмешиваться. «Он псих!» надрывался Максим. «Он меня убить хотел! Вы свидетель!» «Я не видел, что тут было!» Пожжал плечами повар. «Курить ходил, вот только вернулся». «Врете!» «Я к психологу пойду, к директору!» «Я все им!» «Они заставят вас признаться!» «Они вас...» «Иди!» перебил его повар. «А я все равно ничего не видел». Озлобленный Макс пулей вылетел из кухни. Куда он помчался, никто не знал. Но, скорее всего, жаловаться кому-то из старших. Ленька с поваром остались наедине. Паренек изучающе смотрел на своего спасителя. Он казался таким громадным и до ужаса современным. Аккуратно постриженная борода, густые волосы, забранный хвост, голые, да локтей, руки покрытые замысловатой вязью татуировок и бандана. То ли на пирата он похож, вон, и сережка в ухе имеется, то ли на рок-звезду, но уж точно не на повара детского дома. «Как вас зовут?» спросил мальчишка. «Игорь». «Спасибо вам, Игорь». «За что?» подмигнул ему повар. «Я же ничего не видел. И, кстати, ты молодец. Я давно заметил, как этот тип к тебе цепляется. Так что, красавец ты, все правильно сделал». Максим в это время сидел в кабинете психолога, сотрясаясь всем телом от неподдельных раданий. Плакал он и в самом деле, искренне. Ему было обидно, страшно, и к тому же его унизили в присутствии взрослого, который почему-то не пожелал встать на его сторону. «Он меня убить хотел! Утопить!» выкрикивал Макс между вслипами. «Сволочен! Псих!» Психолог кивал после каждого его выкрика. «Я понимаю, Макс, понимаю. Тебе обидно, ты испугался». «Да я чуть не захлебнулся! Я вообще умереть мог! Я с детства воды боюсь, между прочим! А он... Этого придурка надо запереть и к нормальным людям не пускать!» «И ты говоришь, что никогда раньше не ссорился с Леней? Что вы просто не нравились друг другу? Но ссор между вами не возникало, правильно?» «Ну...» Максим перестал схлипывать и почесал мокрую макушку. «Один раз только. Я на физре ему заехал, но я был прав тогда». «За что?» «Так он мне подножку подставил». Мгновенно нашелся Макс. «Я из-за него вторым пришел». «Набегу. Подножку». «Ну, не подножку, конечно, а так. Ну, легнул меня вот сюда, под колено. Быстро так никто и не заметил». «И как ты думаешь, почему он так поступил?» «Ну, как почему? Он же привык, что...» «Он заговорил с протяжными издевательскими интонациями». «Ленечка самый быстрый, Ленечка самый умный, талантливый, как этот... Как его? Толстый такой в парике». «Михаил Ломоносов». «Да, вот он. Про него историчка рассказывал, что шибко умный был. А тут я. Я сильнее его. Он сразу понял, что я его обгоняю, вот и взбесился». «Понятно». Психолог покачал головой. «Иди пока. Я поговорю с воспитателями». «Как это иди пока?» Максим чуть не подпрыгнул от негодования. «И вы что? Ничего ему не сделаете? Вы же...» «Я психолог, Максим. Назначать взыскание не моя работа. Иди». «Да, ну вас!» Обиделся Фролов. «Я думал, вы крутое, вы!» Он вышел из кабинета, даже не потрудившись закрыть за собой дверь. В коридоре было пусто. Максим воспользовался этим, чтобы пару раз крепко легнуть батарею. Он был разочарован. Макс всегда считал себя не столько умным, сколько и заворотливым человеком. Но сколько раз ему удавалось выходить сухим из воды. Он умел, когда надо притвориться беспомощным, испуганным, слабым. Ему верили. Верили же. В конце концов, пока его не забрали в детский дом, он месяцами болтался на улицах. Сам добывал себя пропитание. Врал, воровал, и его ни разу не поймали. Наоборот, жалели бедного беспризорника. Подавали ему денежку, сокрушались его горькой судьбинушки. А вот теперь удача отвернулась от него. Он не мог объяснить себе этого, но каким-то внутренним, своим, по животному, обостренным инстинктом чуял, ему не верят. И никто за него не заступится. Не в этот раз. А у Леньки после содеянного быстро улетучилась веселая уверенность в себе. Конечно, отыграться за все было и весело и приятно, но вот только Толик с Денисом его восторгов не разделяли. «Теперь он точно тебя убьет», уверенно сказал Толя. Денис, почесав переносицу под очками, согласился с братом. «Убьет, только подстроит все так, как будто это не он, а как-то так случайно вышло, или ты сам, но не простит, точно. Дурак-то он дурак, умный. Он же отбитый», поддержал Толик. «Я теперь даже не знаю, что делать, блин». «Зато я знаю», вздохнул Ленька, забираясь под одеяло. «Только вам не скажу». Близнецы встревоженно переглянулись. «Может, Константиновичу сходить?» неуверенно предложил Денис. «Он-то вроде всегда за тебя был». «Может», согласился Ленька. «Ладно, спать пора». Никакому Константиновичу «Он идти не собирался». «Ну что физрук может сделать?» «Охрану он к нему не приставит, а Фролов он ведь...» «Правильно про него Денис сказал. «Отбитый».» Решение, о котором он не стал рассказывать близнецам, уже было принято. «Пора уносить свои быстрые ноги из этого места». «Теперь нужно нужно было лишь дождаться, пока уснут соседи, а уж тогда». Ленька хорошо знал все ходы и выходы из детского дома. В конце концов, он жил здесь не первый год. Был сиротой, станет бродягой. Делов-то. Братья уже вовсю сопели, завернувшись в свои одеяла. Ленька усмехнулся, глядя на них. «А вот ведь чудно. Им по двенадцать лет, а спят одинаковы, хоть и в разных кроватях. Оба переворачиваются на живот, а руки засовывают под подушку. И вдруг его, может быть, впервые в жизни, охватило острое и горькое сознание собственного сиротства. Один он совсем. А как хорошо бы иметь брата или сестру, кого-то близкого, с кем не расстанешься никогда, и дружба навеки вечной, и всегда рядом надежное плечо. Эх, везучие вы, Толик и Дэн, сами не знаете, какие вы оба везучие. Раннее утро застало Леньку, свернувшегося клубком на стадионе, неподалеку от детдома. Он задремал тут, устроившись на трибуне, и, открыв глаза, в самый первый момент не понял, где он находится. И лишь потом вспомнил вчерашнюю разборку с Фроловым и разговор с друзьями. Ну, значит, началась его свободная жизнь. Он потянулся, сел, и только теперь заметил, что совсем недалеко от него сидит небритый мужчина с мутным взглядом водянистых голубых глаз. «Из детдома сбежал», спросил мужик. Ленька мотнул головой. «А вот и нет, я сам по себе». «Иршистый какой», улыбнулся незнакомец. Он выбил из пачки сигарету и протянул мальчишке. «Будешь?» «Бросил», соврал Ленька. Почему-то было неловко признаваться вот этому незнакомому мужику, что он ни разу в жизни не сделал ни единой затяжки. Хотя возможности для этого были, чего уж там, но вот ни разу не тянуло попробовать. «Молодец!» Мужик неспешно со смаком закурил и задумчиво посмотрел в сторону детского дома. «Я-то сам детдомовский, вон там воспитывался. Как на душе тяжко станет, прихожу сюда. Вроде как к родным стенам. Других то у меня все равно не было». Ленька поюжился от холода. Слишком раннее утро. Воздух еще не успел налиться весенним теплом. А незнакомец так же неторопливо продолжал. «Я знаешь, мелкий был, когда все мечтал. Вот выйду из детдома и окажется, что есть у меня в мире сестры и братья. Разыщем друг друга и будем жить одной большой дружной семьей. Но потом уж повзрослел и искать начал. Вот не поверишь, верил в выдумку свою детскую, как сказку». «И что, вы нашли кого-нибудь?» спросил Ленька. Не то, чтобы ему было так уж интересно, но что-то тоскливое отзывалось в душе. Видно, и этот незнакомый ему дяденька знал, что такое быть сиротой. Может, и ему случалось смотреть на тех, у кого был хоть кто-нибудь, хоть одна родная душа в целом свете и думал. Везучие. Мужик усмехнулся. «Нашел, а как же, брат у меня, сводный. Я, как узнал про это, ой, от счастья чуть с ума не сошел. Все, думаю, не один я теперь, родня есть». Он замолчал и потер ладонью глаза. Ну и нашел я его. Волновался перед встречей, как девчонка перед выпускным. Брат же. В первый раз в жизни родному человеку в глаза посмотрю. Мать его уже после меня родила. Ну, приехал я к нему, а он и одет так, что за версту от него деньгами разит. И машина у него богатая, и это восемнадцать годов. Принц прям какой-то. А я перед ним стою, как оборванец. Даже неловко стало. А потом подумал, да какая разница, он же брат мой, не побрезгует. Хотел его обнять, а он на меня посмотрел, как на таракана, плюнул, да и отвернулся. Не знаю я вас. Вот так и сказал, этими самыми словами. А вы? А что я? Ушел. Больше мы с брательником не виделись. Он замолчал. Аленька, уже изрядно продрубший, плотнее закутался в свою корточку и нахохлился, как воробей. Я из детдома сбежал, сказал он осипшим голосом. Вон из того. Тоже думал, хорошо, когда братья-сестры есть, но у меня никого. Незнакомец поглядел на него искоса. Идите-то тебе есть хоть куда? спросил он. Ленька не ответил. Ладно, сказал мужик, поднимаясь. Пошли со мной, познакомлю со своим другом. Он тебе и заработать даст, да и ночевать будешь под крышей, а то не лето на дворе. Он поюжился и посмотрел на мальчишку. Ну что, пойдешь или назад подашься? Пойду, решился Ленька. Мысль о встрече с Фроловым была невыносима, а значит, и возвращаться ему было некуда. Да и не обманет же его этот бывший детдомовец, своих не обманывают. А он и не обманул. Крыша над головой у Леньки теперь действительно была. Вот только крыша это немного темного, провонявшегося сыростью подвала. И возможность заработать тоже. Зарабатывал Ленька нищим на паперти, но все деньги надлежало отдать нынешнему работодателю. За это мальчик получал еду. Тарелку слившихся макарон, а то и просто размягших в воде овсяных хлопьев. Такое вот немудреное меню. На ночь его запирали в этом подвале, а утром вытаскивали отсюда и отправляли на работу. Ленька, отупевший от такой своей новой жизни, в первую неделю просто выполнял все, что ему говорили. Сил не было сопротивляться, тем более, что кулак у его хозяина был тяжелый. В начале второй недели он понемногу начал отходить от шока и стал размышлять те возможности побега. Лучше всего было бы попробовать сбежать ночью, тем более, что в подвале имелось маленькое окошко под самым потолком. Ленька часто слышал звуки шагов, значит, люди мимо подвала ходили часто и можно было позвать на помощь, но тут возникали свои сложности. если люди узнают, что тут прячут сироту, то наверняка поднимется шум, и полиция приедет, а потом начнут выяснять кто он, откуда и опять отправят в детдом. Прямо к Фролову, который уже наверняка соскучился. Нет, это не годилось. Значит, надо постараться улизнуть днем, куда только. Ведь и в детдоме уже заявили о сбежавшем мальчике, и его ищут по всему городу, а значит, вернут обратно и тогда. Неужели все дороги ведут к Фролову? Ленька попытался придумать что-нибудь еще, но, как назло, в голову ничего не приходило. Кроме того, ужасно хотелось спать, и мальчик сам не заметил, как глаза у него начали закрываться. Казалось, он задремал всего на минуту. «На работу пора!» разбудил его грубый голос. «Вставай, бездельник!» Ленька неохотно поднялся на ноги. Хозяин осветил фонариком его заспанную физиономию. «Рожа у тебя должна быть погрязнее», сказал он наставительно, «а то узнает, чего доброго». Он вынул из кармана жестяную коробочку, которую всегда носил при себе, и вынул из нее щепотку сажи. «Вот, теперь совсем другой вид», удовлетворенно заметил он. «Теперь мать родная тебя не признает. Кстати, мать-то у тебя есть?» «У каждого человека есть», пробурчал Ленька, одеваясь в рабочую униформу. Сильно потертые грязные джинсы, порванный свитер и очень старую и грязную куртку со сломанной молнией. дополняла этот наряд какая-то дурацкая растянутая шапченка. «На свою томать, ты знаешь?» не унимался хозяин. «Видел ее когда-нибудь?» «Нет», ответил мальчик, «подкидыш я». «Ясно все с тобой», усмехнулся хозяин, и усмешка у него была такой же грубой, как его голос, смех и кулаки. «Ладно, хиляя на работу, пора». Ленька шел к паперте, засунув сжатые кулаки. Место для него было выбрано не случайно. Церковь находилась на самой дальней окраине города, и в таком районе, куда без крайней нужды даже полицейские старались не соваться. Пришлому человеку здесь было страшно, а местные ничего, привыкли. Ну и, конечно, помогало и то, что все здесь знали друг друга в лицо. Своих тут старались не трогать, да это и понятно, попятишь кошелек у бабки, а она окажется матерью твоего же кореша. К девчонке симпатичной пристанешь, так за нее брат вприжется, а с ним еще человек пять лучших друзей. Опасно. В саму же церковь ходили в основном бабушки. Были среди них добрые, которые не жалели копеечки для нищих, которых тут тоже было с избытком. А были и те, кто грозно замахивался тростью на попрошаек. Леника уже всех нищих тут выучил наизусть. Мужик, молодой еще, кстати, сильный, собирал на бутылку. Странный, ебу бы на работу устроиться жить по-людски. Про него и говорили, что раньше у него и работа была, и семья. Но потом он то ли под сокращение попал, то ли уволился и новой работы не нашел. Начал спиваться, вот тут-то жена его и выгнала. С тех пор бомжует. На бутылку наберет, а потом ему счастье. Выпил, заснул, где придется, летом раздолье, а зимой вроде где-то под теплотрассой устраивается. Женщина в длинной юбке с большим животом на самом деле не беременна, ну потому что не может нормальная человеческая беременность продолжаться три года. Говорили, что именно столько она ошивается здесь. Дом у нее есть, денежки тоже водятся, вроде бы муж богатый, но она ходит сюда из-за охотничьего азарта, но нравится ей срубать денег на халяву. Муж знает все, но в развлечения супруги не вмешивается, думает, пусть веселится себе, если уж так охота. Заработанное она потом раздает, и только поэтому остальные обитатели паперти ее терпят. знал Ленька и остальных. У каждого из них были свои истории, о которых рассказывались не охотой, а общие только одно. Необходимость хоть как-то крутиться в этой жизни, вот они и крутились, как могли, так и крутились. Но в этот день паренек заметил стоящую невдалеке новенькую. Лет ей было уже немало, о чем свидетельствовали глубокие морщины на лице и чуть сгорбленная осанка. Бабка уже так определил для себя ее возраст Ленька. Пожилая женщина в берете и чистеньком летнем пальтишке оглядывала паперть с каким-то печальным изумлением, как будто до сих пор поверить не могла, что она оказалась здесь. За руку держала девочку лет пяти-шести. Малышка, в отличие от бабули, смотрела вокруг с веселым любопытством ребенка, которого не донимают взрослые проблемы. Ей-то как раз очень здесь нравилось. И высокая с золочеными куполами церковь, и ухоженные газончики с цветами. А нищие, ну что нищие, тоже ведь люди. Они, кстати, с подозрением поглядывали на новеньких, конкуренты, и им никто не радуется. Ленька подошел к ним первым. «В первый раз?» спросил он у бабушки. «Что?» растерялась она. «Что ты сказал?» «Сейчас служба кончится, вы ко входу поближе вставайте, больше подадут». «Да я...» Она почему-то смутилась и даже чуть-чуть покраснела. «Я не за этим пришла», продолжила она, почти перейдя на шепот. «Думала, может, приют здесь есть? Мне бы внучку пристроить». «Приюта здесь нет». Сознанием дело возродил Ленька. «А вы все-таки поближе ко входу встаньте?» «Ах, как жаль», огорчилась бабуля. «А я думала, что есть. Даже про тебя подумала, что ты приютский. А где твои родители?» Ленька затеребил сломанную молнию на куртке. «Сговорились они сегодня все, что ли?» спрашивают о родителях. «Ну какое им дело, чужим-то людям?» Но женщина спрашивала так ласково, с заботой, что ему захотелось сказать ей правду. «Я дедомовский», сказал он. «Сбежал оттуда. Теперь работаю у одного. Уйти охота куда?» Бабушка слушала с интересом. «И что же? Плохо тебе так было в детском доме. Почему сбежал-то?» Ленька замялся. «Всего, до конца всего рассказывать не хотелось, но раз уж начал...» «Да был там один отморозок», признался он. «Проходу мне не давал. В общем, там все уже до предела дошло. Я ушел, а теперь...» «А ты не хочешь вернуться обратно?» спросила она. «Поговорить с воспитателями. Есть там кто-нибудь, кому ты доверяешь?» «Ну Валерий Константинович есть, наш физрук. И Игорь еще это повар. Но только я если работа тебе не нравится, заметила бабуля, с нее нужно уйти, уволиться, понимаешь?» «Как?» опешил Ленька. Нельзя сказать, что эта мысль не приходила ему в голову, но он все время отбрасывал ее. Главным образом потому, что встреча с Фроловым приводила его в уныние. Но теперь, когда кто-то другой, взрослый, высказал это вслух, все стало каким-то разумным, что ли? В конце концов, его хозяин тоже был не прочь почесать кулаки мальчишку. Если радуется, то это тот же Фролов, только старше. А в детском доме хотя бы кормят досоты, и там есть друзья. Толик с Денисом наверное скучает по нему, да и он по ним тоже. «Хочешь?» предложила она. «Мы прямо сейчас пойдем туда. Ты скажешь, что одумался, и ничего страшного не случится. товарищами. Хочешь пойти?» «Да я...» пробормотал Ленька. «Как собачонка побитая туда притащусь что ли?» «Ну конечно нет. Ты поступишь как по-настоящему взрослый человек, который допустил ошибку, но нашел в себе мужество признать ее и исправить. Понимаешь, ошибки ведь все делают, но признавать и исправлять это умеет только сильные люди». «Эй, малец!» Ленька обернулся и съежился в предвкушении удара. Навстречу ему шел тот самый работодатель, хозяин. «Ты чем там занят, бездельник? Разговоры разговариваешь?» Он быстро подошел к Леньке и схватил его за шиворот. «Как знал, что ты на работе лясы точишь, как знал!» Бабушка невозмутимо сложила руки на груди. «Отпусти ребенка Селиверстов!» «А?» Хозяин посмотрел на бабульку и всегда мутный его взгляд на мгновение прояснился. Что-то в нем промелькнуло. Что-то почти человеческое. «А вы, Людмила Юрьевна, что здесь делаете?» «Да...» протянула она. «А я ведь когда еще тебя дурня предупреждала, не возьмешься, за ум плохо кончишь. Что, забыл, как я тебя в детской комнате милиции просила человеком стать, а?» Хозяин угрюмо смотрел себе под ноги. «Оступился, Людмила Юрьевна. Простите великодушно. Я вообще-то нормально живу. А это...» Он выразительно тряхнул Леньку за шеврот. «Это ж сын мой. Хороший мальчонка, шебутной только. Сами видите, чем занимается. Перед людьми уже стыдно. Я ему твержу-твержу, хорошо учиться это его работа, а он бежит из дома и скорей попрошайничать». «Врет он!» выкрикнул Ленька. «Никакой я ему не сын. Деддомовский я». «Молчи, подлец! От родного отца отрекаешься! Последний стыд потерял, мерзавец!» И он так яростно затряс Леньку, что мальчик услышал, как отрывается воротник у его убогой куртейки, которая так и дышит на ладан. «Ой, Селиверстов!» вздохнула Людмила Юрьевна. «Гадом ты был, голова вылетела?» «Отпусти ребенка, говорю, а то сам знаешь!» «И пошел вон!» И хозяин, почему-то испуганный и притихший, как нашкодивший пес, выпустил Леньку, а потом, что-то процедив сквозь зубы, развернулся и зашагал прочь. Бабушка оправила курточку на Лене. «Вот видишь, мой миленький», ласково улыбнулась она, «Я же говорила тебе, с любой работы можно уволиться, так что, пойдем в твой детский дом». Она протянула ему руку, и они пошли. «А вы откуда знаете этого?» спросил Ленька. «Ну, того, сели, как его». «По работе сталкивались», уклончиво ответила бабушка. «Это было так давно. Я даже удивилась, что он меня узнал, да и забудь о нем». «А живете вы где?» не унимался Ленька. «Это ваша внучка?» «Узнаешь свое время», улыбнулась Людмила Юрьевна. «А вот мы и пришли. Ну, иди скорее». «А вы?» спросил он, но ни бабушки, ни девочки рядом уже не было. Ленька остановился перед воротами, готовясь сделать шаг. Только сейчас он действительно понял, как скучал по этому месту. «Конечно, это был не настоящий дом, но ведь другого у него никогда не было». Он глубоко вдохнул и твердо шагнул в раскрытые ворота, зашагал по двору. «Ленька вернулся!» донесся откуда-то громкий крик. Он только оглянуться успел, а навстречу ему, уже распахнув объятия, неслись близнецы. Из кухни, услышав крики, выглянул Игорь. Все такое же, похожий и на сказочного пирата, и на рок-звезду. «Вот он, наш бродяга», сказал он и хлопнул Леньку по плечу. «Я ждал тебя, волновался». «Спасибо вам», пролепетал растроганный мальчишка. «Извините». «Дел прошлое», отмахнулся повар. «Жив, здоров и славно. Пошли, Константиновича обрадуем, он же места себе не находил с тех пор, как ты потерялся. Слушай, а ты сам пришел?» «Уговорили», честно признался Ленька, а потом понял, что сам вернуться хотел. Меня одна бабушка уговорила, только вот ушла куда-то, такая с девочкой маленькой. «Добрая волшебница, значит», понимающий «Верите?» удивленно приподнял брови Ленька. Игорь пожал плечами. «Я во все верю, и тебе советую, сказке верить полезно». Леньки в детском доме обрадовались. Особенно был рад Валерий Константинович, хотя он и отвесил парнишки легоньки подзатыльник, но Леня не обиделся, заслужил. И Денис с Толиком, Фролов, хоть и косился на него, но не смел подходить «Видно, он и в самом деле испугался». Да еще и поговаривали, будто его собираются переводить в другое учреждение. «У парня выражены психопатические черты», заключил психолог. «Его необходимо прежде всего направить на прохождение психиатрического обследования, а дальше потребуется лечение, хотя правильнее сказать коррекция и психотерапия, но совсем этим не ко мне. Парню нужно наблюдение психиатра». И вечером, укладываясь спать в чистую постель в старой своей комнате, Ленька вдруг почувствовал, что больше он не один. Полторы недели назад, уходя отсюда, он чувствовал себя самым одиноким человеком на свете. И как все переменилось. Вдруг выяснилось, что есть в мире немало людей, которые беспокоятся о нем, которым есть до него дело. Толик с Денисом, Валерий Константинович, Игорь и та таинственная бабушка, добрая волшебница, которая появилась будто из ниоткуда и будто растаяла в воздухе. Где-то она теперь. Интересно, есть ли ей где переночевать? Ужинала ли она сегодня? И та девочка с ней? Может быть, они сейчас сидят где-нибудь голодные и даже не знают, удастся ли поесть завтра? А Людмила Юрьевна в это время сидела на кухне детского дома и с аппетитом ела приготовленный поваром борщ. Игорь специально отложил хорошую порцию для нее и малышки. И все-таки, как же ты меня разыскал? Спросила пожилая женщина, отодвигая от себя чистую тарелку. Спасибо, сынок, очень вкусно. Но дело-то на самом деле нехитрая, улыбнулся повар. Просто догадался, что раз вы помогли сиротке, значит и не ушли бы далеко, не убедившись, что он вернулся, ну, не сбежал снова, а дальше просто. Прошелся кругом вокруг детдома и вижу, вы на скамейке сидите, в точности такая, как Ленька описывал. Налить еще борща? Нет, сыночек, спасибо, я уже сыта, если только Оленьки. Оля с готовностью протянула свою тарелку Игорю. Можно добавки? Да без проблем, сейчас организуем. Он налил ей еще борща, щедро заправив его сметаной и свежей зеленью. Ешь на здоровье, хлеба дать? Не, спасибо, дядь Игорь. Людмила Юрьевна коснулась его разукрашенной татуировки руки. Спасибо тебе. Внучка задумчиво спросил Игорь, думая о чем-то своем. Бабуля вздохнула. Это долгая история. Когда-то я была очень успешной в работе, а вот с личной жизнью просто беда. Выходила замуж за очень неглупого человека, у которого было двое детей, сын и дочка. Сама я не могла иметь детей, и поэтому чужим даже обрадовалась. Мальчик старше, он рано женился, у него родился сынишка, а потом они с женой уехали жить в другой город. Через несколько лет мой пасынок погиб. Какие-то хулиганы напали на него, когда он возвращался с работы, и избили так, что до больницы скорая не довезла. Его жена еще какое-то недолгое время писала нам, но потом неожиданно перестала. Дошли слухи, что она сдала мальчика на воспитание государства, а сама как в воду искали внучка, найти его не удалось. Игорь только усмехнулся. Как знакомо, прям моя история. Я ведь тоже вырос в детдоме, мать сдала, оставила только это. Он вынул из-за воротника цепочку, на которой болталось обручальное кольцо. Вот, видите гравировку, Юля плюс Марк, это имена родителей, и дата свадьбы, 23.03, без года. Что? Ахнула Людмила Юрьевна. Юля плюс Марк, 23.03, и вырос в Иркутске, да? Скажи, да? Ну, да, смущенно признался повар. А вы как догадались? Да как? Она вдруг разрыдалась и сжала обе его руки в своих. Марк, это мой пасынок, Марк и его жена Юлия. Они поженились 23.03, Марк сам придумал эту гравировку на кольцах и специально год не поставил. Говорил, пусть им кажется, что через сотню лет они только вчера поженились. Игорь, она с невыразимой нежностью смотрела в его лицо. Значит, судьба все-таки устроила нам эту встречу. Бабушка, он подвинул свой стул поближе и обнял ее за плечи. Бабушка, а Оля тогда кто мне? Оленька. Оленька дочь моей падчерицы, Леры. Она рано родила, слишком рано, и переживала, что ей не удалось выучиться. Я предложила оставить Оленьку со мной, а самой ехать учиться. Она уехала, а потом... Потом позвонила, чтобы сказать, что встретила настоящую любовь, что хочет родить детей своему любимому, а Олюшка это просто ошибка молодости. Сказала все это прямо по громкой связи, а малышка то все слышала. Это было ужасно. После этого я несколько дней была словно в бреду. И в это время мошенники отобрали у меня квартиру. С тех пор мы с Оленькой стали бездомными. Ну вы больше не бездомные, сказал Игорь. У меня есть жилье и неплохое. Хватит места. А как же? А ты женат, Игорек? Пока нет, улыбнулся он. Но когда надумаю жениться, думаю смогу купить что-нибудь еще. Я ведь в Иркутске вырос до шеф-повара. Веду кулинарные курсы в интернете и деньги с них идут неплохие. А вот когда приехал сюда, даже сам не знаю почему выбрал именно этот город. Просто наверное было все равно куда ехать. Я ведь с девушкой расстался. Она ну выбрала другого. После этого я и уехал. И вот в первый день здесь вышел прогуляться и по пути мне попался этот детдом. Я и подумал пойду-ка работать сюда. Новая жизнь так новая жизнь. Так что бабуль беспокоиться не о чем. Все будет хорошо. Это сама жизнь тебя привела сюда. Серьезно сказала Людмила Юрьевна гладя его по плечу. Чтобы я свое утешение в старости нашла и чтобы ты семью обрел. Какую никакую а все таки семью. Видишь как получилось. Игорь покрепче обнял бабулю. Все будет хорошо. Повторил он. Все будет просто замечательно. На следующее утро в детском доме царило оживление. Причина которого выяснилась не сразу. Но во время завтрака директор сделал объявление. Ребята послушайте меня внимательно. Сегодня к нам приедет одна очень солидная супружеская пара. Эти люди хотели бы усыновить ребенка. Так что шанс найти семью есть теперь у каждого из вас. И я хочу чтобы вы все вели себя как хорошие воспитанные спокойные дети. запомнили? Вот молодцы. А теперь приятного вам аппетита. Дети недовольно переглядывались. Вообще так говоря в приемную семью хотелось попасть не каждому. Да и выставляться словно товар перед этой солидной супружеской четой тоже. Но деваться некуда. Парочка о которой говорила директриса уже сидела у нее в кабинете и просматривала личные дела жаль конечно что до этого дошло вздохнул мужчина. Явно именно он лидировал в этой паре сосредоточенный одетый в строгий деловых костюм он производил впечатление делового и энергичного человека. Но к сожалению мы с супругой несовместимы. Это довольно редкий случай но общих детей у нас быть не может. Женщина молча перелистывала страницы. Она была не столько красивая сколько ухоженная безупречная укладка дорогой медовый оттенок волос тоненькая золотая цепочка на шее с крохотным камешком слишком маленьким чтобы быть подделкой и маникюр идеальный сдержанного бежевого цвета. Папа работая там мама красивая коротко охарактеризовала эту пару директор. Она повидала немало семей и как правило с одного взгляда могла оценить расстановку сил и как правило не ошибалась. Так что продолжил мужчина мы решили что единственный выход для нас усыновление директриса молча кивнула. Почему-то приемные родители непременно чувствуют странную необходимость как-то оправдаться за свое решение. Словно делают что-то плохое а не собираются подарить сироте тепло семейного очага. Вы в любом случае поступаете благородно и мудро сказала она. У вас нет детей а у наших воспитанников родителей и может статься вы нужны друг другу. Поверьте я знаю о чем говорю. Я сама воспитала двух приемных детей и одного полного и честно говоря не делаю между ними никакой разницы. Все мои. Вот она обратилась к молчащей женщине. Вы сейчас листаете личное дело Леня Орешникова. Это очень хороший милый мальчик. Отличные способности к спорту и математике. Разумный. Генетика? Быстро спросил мужчина чуть сдвинув брови. Директриса развела руками. Увы на этот вопрос я вам ответить не смогу. Мальчика подкинули нам семимесячным так что мы представления не имеем кто его родители. Но он здоров подняла голову женщины. Вы говорите спортсмен значит физическое здоровье хорошее но психическое в норме. Мальчик контактный характер у него ровный. Друзья есть конфликты случаются крайне редко а если хотите с ним увидеться хотите мужчина встал одернул пиджак пожалуй где он сейчас скорее всего в столовой он очень подружился с нашим поваром Игорем часто ему помогает я вас провожу Ленька и в самом деле был на кухне и даже не подозревал о том что в эту самую минуту к нему идут знакомиться приемные родители он был занят другими делами Игорь только что рассказал ему потрясающую историю о том как он накануне впервые в жизни встретился со своей бабушкой и теперь у него есть и бабушка и даже маленькая двоюродная сестренка Оленька и теперь они будут жить все вместе а уж когда из подсобки появилась та самая добрая волшебница Людмила Юрьевна Ленька и вовсе дар речи потерял от восторга так это и есть вы воскликнул он Игорь потрепал мальчишку по голове вот видишь сказке верить полезно Ленька едва дышал от радости пусть это была не его история но как же здорово было узнать что случается и такое близкие люди находят друг друга и теперь впереди у них только хорошее Игорь Маркович донесся до них голос директрисы наш Ленечка не у вас у меня отозвался повар прекрасно тогда мы сейчас на минутку заглянем на кухню Людмила Юрьевна бесшумно скрылась подсобки особой необходимо не 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 и что здесь забыла проходите пожалуйста сказал директор Леня это Алексей Германович и Валерия Ивановна они хотели бы познакомиться с тобой здравствуйте кивнул Ленька только я что-то не пойму мы с женой хотели бы усыновить ребенка ответил мужчина ты нам понравился и поэтому мы а я не шоколадка в магазине огрызнулся паренек и в приемную семью мне не надо мне здесь хорошо понятно Леня возмутилась директриса но как ты разговариваешь со старшими она повернулась к опешившим супругам извините его пожалуйста я просто не узнаю этого ребенка а я дверь подсобки открылась и на пороге появилась Людмила Юрьевна очень даже узнаю только не ребенка а кое-кого другого мама прошептала Валерия Ивановна глаза у нее расширились а от лица разом отхлынула кровь мама здравствуй Лера холодно поздоровалась пожилая женщина не могу сказать чтобы я была рада видеть тебя но ведь не поздороваться было бы невежливо вижу ты решила стать матерью приемного ребенка что ж похвально а что насчет родного погодите вмешался Алексей Германович ничего не понимаю Лера ты говорила что твои родители давно умерли именно так подтвердила Людмила Юрьевна правда она забыла вероятно упомянуть о том что растила ее мачеха кстати это я молодой человек приятно познакомиться взаимно машинально ответил тот и снова повернулся к жене Лера но почему ты мне ничего не рассказала она вам многого не рассказала продолжала Людмила Юрьевна например о том что у нее есть шестилетняя дочь которую она считает ошибкой молодости вы это знали что то есть кто у нее есть Лера Лера да не молчи что она говорит Лера все такая же бледная с сжатыми губами затрясла головой а что я должна была сказать закричала она что в юности сделала ошибку залетела от симпатичного парня а рожать пришлось потому что я пропустила все сроки я жить хочу а не памперсы менять жить понимаете я же вот как бы ты это все воспринял встречался с красивой девушкой любил а перед самой свадьбой я бы тебе сказала извини милый у меня ребеночек есть так я должна была сказать чтобы ты меня бросил в ту же минуту я бы тебя не бросил спокойно сказал мужчина я бы предложил забрать твою дочь и воспитывать ее вместе жить как нормальная семья но ты обманула меня и в таком деле я не хочу жить женщиной которая отказывается от собственного ребенка ты предала свою дочь а значит с легкостью предашь кого угодно я не хочу больше тебя видеть а ты Леня извините что вмешиваюсь сказал Игорь опуская руку на плечо мальчика дело в том что Леню собираюсь усыновить я мы только что об этом разговаривали и я согласен поспешно сказал Ленька я хочу чтобы Игорь усыновил меня ну что мужчина развел руками в таком случае мне здесь нечего больше делать он кивком попрощался и вышел из кухни директриса выбежала вслед за ним Лера подняла залитое слезами лицо и посмотрела на мачеху но кто тебя за язык тянул с ненавистью прошипела она ты же мне всю жизнь сейчас сломала ты хоть знаешь какие деньги у него водятся не знаю ответила Людмила Юрьевна да и знать не хочу Лерочка потому что никаких денег не может быть достаточно чтобы отказаться от своего ребенка да я бы вас озолотила женщина снова сорвалась на крик вы бы забот не знали с тех пор как ты сказала что Оленька тебе не нужна напомнила ей мачеха сколько раз ты позвонила нам ни разу Лера так что не стоит врать да ты ты Лера затрясла сжатым кулаком а потом опрометю бросилась прочь Игорь потер лоб и такое бывает про бормоталон никому особо не обращаясь бывает лучше бы без этого Игорь повернулся к нему Ленька а ты что правда хочешь меня усыновить он пожал плечами а ты против я да я разве он мог быть против Ленька молча откнулся Игорю в грудь а тут ловко перехватив его поверег толвища закинул себе на плечо так это что же я теперь получается папаша расхохотался а что мне нравится с того дня прошло уже полгода с небольшим и Игорь с семьей готовился встретить новогодний праздник с самого утра они с Ленькой отправились на елочный базар и выбрали пушистую зеленую красавицу а потом накупили целый мешок игрушек теперь Оля увлеченно копошилась во все эти сверкающие новогодние роскоши и наряжала елку блестящими разноцветными шариками мишурой и конечно гирляндами их Игорь с Ленькой накупили так много что хватило на то чтобы украсить и окна и стены во всем доме теперь вся их квартира погрузилась в теплый сияющий свет а на кухне творила свое волшебство бабушка подходило тесто для праздничного пирога с брусникой по рецепту Игоря и умопомрачительно пахло запеченной в духовке румяной курочкой с картошкой сегодня шеф-поваром буду я заявила она Игорю ты так все время готовишь лучше с ребятишками пообщайся побольше ждали гостей учитель физкультуры Валерий Константинович обещал что непременно придет и не один а с женой Толиком и Денисом я решил признался он Игорю наедине что не гоже мальчишкам жить в казенном доме парни-то отличные ну а я чего сам знаешь дочь уже взрослая недавно замуж вышла так пусть у нас и сыновья будут два сына ну что еще для счастья надо-то и Денис с Толиком были так счастливы от того что теперь их самый любимый учитель стал им отцом что слово папа слетало из детских губ поминутно за папка ли смеялся Валерий Константинович но было видно что он рад и этому папканью и веселому детскому шуму а Игорь просто был рад тому что впервые за всю свою жизнь он будет праздновать встречу нового года со своей семьей с бабушкой сыном и маленькой двоюродной сестренкой они украшают дом готовят праздничное угощение и ждут гостей а скоро пробьют куранты и время снова сдвинется обозначив первую минуту будущего они в это время будут кричать с новым годом и наперебой поздравлять друг друга с наступившим будущим и все у них будет хорошо если вам понравился рассказ просьба поддержать меня кнопкой палец вверх для вас всего один клик но для меня это очень важно спасибо заранее спасибо спасибо спасибо